Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня проходим кинетическую новеллу под названием Взаперти. Играем за девушку по имени Снежанна, которая отправилась на жигулях в лес за грибами. Звучит не очень, но, наверное, это будет очень интересно. Всё так чёрно-белое, мрачное, возможно, даже очень страшное. Мы сейчас это и узнаем. Ранняя осень. С чем она ассоциируется? Для кого-то это огород, картошка и жёлтые листья. Для меня же это урожай сочных вкусных грибов. Каждый год я собираюсь за ними в лес после обильных дождей. В этот раз я поехал вместе со своей собакой Айдой. Собака говорит нам. Собака сидела на заднем сидении. Иногда она вытаскивала морду вперёд, следя за дорогой вместе со мной. Нам не впервые путешествовать вот так. Она вела себя спокойно и послушно в подобных вылазках. Хорошая девочка. В этот раз путь предстоял неблизкий. Я планировала наведаться в ту часть леса, что любила моя покойная бабушка. Она с любовью называла его грибным. Давно, ещё в детстве, я, она и дедушка ездили туда по осени. Правда, это было очень много лет назад. К тому же я договорилась с парой друзей, чтобы мы отправились туда вместе. Один отказался прямо накануне. Обидно. И стоило мне лишь подумать об этом, как зазвонил сотовой. Не останавливаясь, я взяла трубку. Не очень хорошо разговаривать по телефону за рулём. Прости, мы сегодня не сможем. Как? И вы туда же? Как на шашлыки, так давайте. А как в лес, так всё? А, понимаешь, мы просто заняты. Правда. Да и грибы я в магазине куплю. Ясно всё с вами, предатели. Да не обижайся, пожалуйста. Просто я правда занята. Ну, конечно. Не обижаюсь я. Ах, ладно, я за рулём, так что давай, пока. Я выключила телефон. Из-за разговора я не заметила встречную машину. И резко вывернула руль. И всё, пиздерики. А, Жигули увернулся. И встретился днём, дном, с непойми, откуда взявшимся ухабом. Так, что нас слегка подбросило. Собака испуганно заскулила. Да куда он по встречке-то прёт, урод? Не волнуйся, Айда. И не по таким кочкам прыгали. По крайней мере, я надеюсь, что из-за этого идиота моя машина не пострадала. Я раздражённо выдохнула и сжала руль. Выравнивая автомобиль. В магазине купит. И что она там купит? Шампиньоны? Вешенки? Маринованных опят? А на рынке и брать нечего. Кто знает, где и как их собирали? Да, Айда? Собака молча посмотрела в зеркало заднего видения. Дел даже не в этом. Боже, я просто хотела провести время вместе. Давай радио включу. Надо отвлечься. В старой дедушкиной тройке не было магнитолы, поэтому я всегда возил с собой радио на батарейках. Старомодно? Пожалуй. Но меня это вполне устраивало. Так мы продолжили путь, слушая развитные хиты Билана, Максим и даже Тату. Словно по заказу прозвучала старая песня Зив. Блять, старая. Любимая песня Зимфиры. Как громко музыка играет. Можно мне чуть-чуть потише сделать? Ужасно громко. Да, вот куда-то сюда, потому что прям дико орёт. Затем под песню «Ресницы» я завернула к нужному месту. И как мне не хотелось заслушать братьев Гримм, я выключила радио. Но вот мы и на месте. Вставай, Айда. Айда опять молчит, ну собственно, чё ей сказать-то. Собака навострила чёрные ушки и радостно высунула язык. Она бодро выпрыгнула из машины, как только я открыла дверь. Взяв ведро с ножиком, я вышел следом. Живописное место. Лиса почти всегда имеют шарм. Особенно, если никто ещё не разбросал в нём бутылки и фантики. Как ни странно, чисто. Хотя дорога и покрышка... А, хотя дорога и покрышка, зачем-то висящие на ветке сосны, уже говорили, здесь был человек. Я подозвала собаку. Повела её в чащу. Я могла бы оставить Айду дома. Но с другой стороны, мне жалко запирать её без необходимости. Всё же из-за моей работы, она и так терпеливо ждёт меня с восьми до восьми. К тому же, ходить по лесу одной опасно. А вместе с Айдой я чувствую себя в безопасности. Мы прошли довольно глубоко. Серое светлое небо лишь слегка прикрывалось кронами деревьев. Собака то крутилась вокруг меня, то пыталась взять чей-то след. Иной раз, похоже, увидев белку, прижималась лапами к дереву и начинала на неё громко тявкать. Не громко тявкать. Айда веселилась на свежем воздухе, как могла. Но я старалась далеко не отпускать её. Душисто пахло осенью. Грибами и сосновой корой. Прохладно-влажный и просторный лес. Между подлесками должны были ждать своего часа кучки грибов. Однако, пока мы встретили лишь парочку боровиков. Да, один мухомор. Короче, тут запятая переда вроде как не ставится, потому что это значение и. Как странно. Я думала, тут должно быть полно грибов. Но, видимо, я не одна так думала, когда решила зайти дальше обычного. Я с грустью посмотрел на кучку свежесрезанных ножек. Может, мы дальше что-то найдём? Айда, ко мне. Гав? Досадно. Это было любимое место бабушки. Помню, как в детстве мы ходили здесь и напасались впрок. То ли климат изменился, то ли мы поздно пришли. Кажется, тут уже кто-то попывал до нас. Я остановилась, чтобы срезать пару найденных маслят. Но даже так дно ведра едва ли прикрывалось моими находками. Собака встала и уставилась вдаль. Виляя пушистым хвостом. Я вслед за ней кинул взгляд в ту сторону. Так и есть. Тут уже просто кто-то был. Странно, что я не заметил ни одной машины. Но, возможно, она просто стояла далее за поворотом. Похоже, делать нам нечего. Всё равно рано или поздно... А, всё рано или поздно меняется. Я вздохнула, меланхолично вспоминая о том, как в детстве ходила здесь вместе с единственной роднёй. Прогнав дурные мысли, я приманила Айду. И почесала её за ушком. Ничего. Я так просто не сдамся. Раз уж поехали, будем искать до конца. Пока ведро не наполнится. Молодец. Собака вообще, типа, не поняла. Ну, а зачем? Ну, нет, нет грибов. Здесь уже прошли. Сразу чувствуется, что что-то здесь неладное. Сейчас она попрётся вглубь леса, заблудится, там нажрётся мухоморов и помрёт. Вот и всё. Айда по-доброму, но непонимающе посмотрела на меня, вытащив розовый язык. И правда, что бы я и не сказала, это ведь всего лишь собака. Она пойдёт за мной куда угодно. Ты её недооцениваешь, мне кажется. Так мы двинулись обратно почти ни с чем. Дойдя до машины и поставив ведро назад, назад перед сиденьем, я достал из сумки припасы. Дорога заняла у нас полтора часа, и побродить мы успели порядочно, так что проголодались. Для Айды я вытащила произвольную миску из пластикового контейнера, налила для неё воды и дала немного сухого корма. Сама же с бутербродом во рту принялась осматривать дорожный атлас. Я разложила его на капоте, изучая маршрут. Было не так уж много вариантов, но я надеялась заметить хоть какую-то узкую тропку, которую вряд ли бы знал не местный. Возле деревень останавливаться смысла никакого не было. По-любому они уже собрали всё, что могли в ближайшем лесу. Всё, что могли в ближайшем лесу. Всё ещё не собиралась сдаваться. Я не желала думать, что весь этот путь был проделан зря. Прогулка с собакой тоже хорошо, но всё же хотелось вернуться не с пустыми руками. Рыжики, маслята, боровики, волнушки, опята, лисички, если повезёт, подосиновики и груздия. Что ж, можно поехать просто вперёд, а там посмотрим. Я вдруг почувствовал, что кто-то меня трогает за штанину. Это Айда тыкалась с носом. Она уже доела и просто ждала, когда мы снова двинемся в путь. Я погладила собаку. Если не будет машин, остановимся и там пойдём искать, верно? Верно, конечно. Собака вообще не понимает, зачем её вытащили. Она и дома нормально сидела. Айда, место. Я впустила питомца в салон. Питомицу в салон, где она расположилась на сидении и послушно прилегла, ожидая меня. Затарактел мотор, и мы двинулись дальше, вновь по шоссе. Я щелкнул радио, заодно посмотрев на показатели бензина. Ещё надолго хватит. Не думаю, что мы будем долго мотаться. Знаешь, Людка, наверное, думает, что я сюда поехала. И ей что-то привезу. А вот и нет. А вот надо было со мной. Ах, шучу. Я ведь могу не за просто так, верно? Сашке и Женьке тоже. Эх, всегда как веселиться, все за. А как делом заняться, так все заняты. Краем глаза я смотрел на Айду через зеркало. Собака смирно лежала, поднимая морду всякий раз, как щелкала коробка передач. Или я обращалась к ней. Привычка разговаривать с собакой должна быть не совсем нормальная. Но кроме неё у меня больше нет семьи. Грустно. Но Айда хороший собеседник. Во всяком случае, она не может ответить мне гадостью. Мы сегодня поздно вернёмся. Но всё в порядке, да? Я просто хочу поохотиться за грибами. Даже в том полупустом лесу я нашла вон сколько. Это уже не дело выгоды, а дело чести. Ради спортивного интересно, так сказать. Вскоре машины совсем перестали встречаться, а лес становился гуще. Я знал, что на одном повороте будет деревня, на другом путь соседний город. Но чего точно я не ожидала, как заприметить необычную дорогу. Трасса из бетонных плит, долгое спускавшееся будто с горы, она терялась между деревьев. А самое главное, никого вокруг. Тропа уже поросла травой между щелей. Это был бурьян, не тронутый колёсами. Вот оно. Сдав назад, я завернула. Но чтоб наверняка решила проехать глубже. Место поистине дикое. Несмотря на бетонную дорогу, здесь давно никого не было. Возможно, так лишь казалось. Но именно сейчас я чувствовала, что там меня ждёт крупная добыча. Даже Айда из любопытства стала почти и прижалась носом к секлу. Она виляла хвостом, видим, разделяемая радость. Как вдруг радио забарахлило в ночах издавать странные звуки. Жуть какая. Затухающие звуки. Гав, 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 гав. Собака кричит. Айда начала облаивать его. Чёрт. Я вырубил радио. Спасибо большое, а то я уже устал. Что такое? Паника какая-то у меня, прям паника. Тише, Айда. Должна быть батарейка села. Приехали, называется. Надеюсь, здесь просто плохой сигнал. Переведя дух и успокоив собаку, я наконец припарковалась, чтобы не оставлять машину посреди дороги. Возможно, в этом не было никакого смысла. И я... Сделала это по привычке. Всё же место и вправду нелюдимое. Айда уже не терпелась. Она царапала лапой дверь до тех пор, пока я не выпустила её. Собака тут же стала обходить место, у которого мы остановились. Я посмотрела вглубь. Густой лес словно танцевал и извивался, а кронами прикрывал небо. Так, что создавал внутри себя тень. Влагой пахло гораздо сильнее. Никаких признаков, что кто-то здесь ходил до меня. Никаких дурацких покрышек, указателей и странного мусора. Похоже, здесь и правда никого нет. Впрочем, далековато мы изобрели Айда. До ближайшей деревни, до города, до всего. Да, думаю, порядочно. Я решила свериться с Атласом и обнаружила, что этой тропы нет на карте. Странно, дорога есть, а на карте её нет. Ладно, видимо, это была какая-то временная дорога, и она уже никуда не ведёт. Вновь вооружившись ведром и ножом, я шагнул в чащу. По коже пробежал холодок. Я поймала маленькую, но такую противную и неоднозначную мысль. Я здесь одна. Вдохнув поглубже, я постаралась приободриться. Одна. И что, какие дикие звери тут есть? Я и заходить далеко не буду. А раз одна, то и людям неоткуда взяться. Да, Айда? Ты же со мной, а значит всё хорошо. Собака, услышав своё имя, повернулась ко мне и радостно завиляла хвостом. Собака рада, что мы приехали в такую глушь. Айда вела себя спокойно, а следовательно, мне нечего бояться. Лишь с этой мыслью я облегчённо вздохнула и двинулась дальше. Давно я не видела подобных лесов. Под густой сенью, в духоте и прохладе кучковались подлески и заросли дикой несъедобной ягоды. Стволы плелись и заворачивались, словно в танце. Я прошла всего ничего, но Айда уже обнюхивала пень, заросшая пятами. Присмотревшись к кустам и изогнутым корням деревьев, я заметила боровики и лисички. И всё же, глядя на то место, само собой вспоминалась недавняя передача с ТНТ про аномальные зоны. Глупости, аномальные зоны, здесь-то им откуда взяться? Просто лес чудной, ничего такого. Опомниться я не успела, как уже заполнила ведро до половины. Однако мне всё ещё хотелось исследовать это место. Здесь было тихо, даже мои шаги и шуршание листьев терялось между ветками. Ни зверя, ни птицы. Но пока это меня не беспокоило. Айда вдруг замерла, задрав уши. Прислушивалась. Как вдруг она помчалась куда-то в плотные кусты. Айда, Айда, ко мне! Да что с ней, зайца увидела? Я ускорила шаг, чтобы нагнать собаку. Не сразу, но Айда вернулась, держа нечто в зубах. Трухлявое, твёрдое и влажное. Эй, нельзя убегать, поняла? Нельзя. Что это у тебя? Я забрала у собаки предмет. Пах он старой-старой резиной и чернозёмом. По форме напоминал калошу. Обычную калошу, которую надевали на обувь, чтобы та не промокла. Правда, Айда принесла только кусок от неё. Значит, тут уже кто-то был? И как давно? Я бросила калошу в кусты, отряхнула руку о штанину. Собака уже было бросилась за ней, словно заброшенная игрока. Но я строго прикрикнула. Айда, нельзя, ко мне. Собака остановилась и уставилась на меня так, словно обиделась. Но всё же послушалась и подошла обратно. Я почесал её за ухом. Не надо тут всякую гадость подбирать. Ладно, похоже мы можем зайти дальше. Да, малышка? Если здесь был кто-то, то очень давно. Думаю, раз тут и правда столько всего, я сделаю это место своим. Грибным. Как тебе такое, а? Собака обрадовалась, конечно же. Чё ещё делать-то? А может, мы найдём здесь что-то интересное? Ну-ка. Я достала боровик из ведра и дала собаке принюхаться. Странно, наверное, пыталась заставить её искать грибы, как какую-то трюфельную свинку. Но я решила попробовать. Айда едва не решила, что я скармливаю ей это. Так что вовремя убрала руку. Э, нет, нюхай и ищи. Ищи. Собака, не понимающая, уставилась на гриб. Потом на меня и жалостливо проскулила. Ну, давай, ищи, помогай. Айда снова начала обнюхивать гриб. Затем-таки опустила нос в поникшую траву. Траву. И опавшие сосновые иголки. Она побродила немного, принюхиваясь. Затем завиляла хвостом и повела меня. Какая ты умница. Умница, Айда. Мы стали спускаться по пологому склону, обходя крутую часть холма. По пути я нашла ещё пару боровиков. Но собака и не думала ждать меня. Она привела меня к бугру. У подножья ветвистой ели между папоротниками. Тот был усыпан белыми грибами, образуя эдакий полукруглый силуэт. Но пока я потянулась срезать их, наткнулась пальцами на тонкие нити. Похоже на мицели, разросшиеся мягкие нити и бело-серая масса, покрывавшая лишайники и мох, схожая с плесенью. Вроде гриб целый, срежу-ка. А дома просто хорошенько помою. Взяв за шляпку, я нечаянно оторвала ножку от почвы, вырос куском мицелия и некоторое количество мха. Под ним я увидел что-то бледно-желтое. Подумав, что это просто корни, я продолжил срезать все целые грибы. Один за другим. И по мере того, как я подбиралась ближе к самым дальним грибам, я все больше залезал на бугор. Под ногами что-то хрустнуло. Не как ветка. Да и на камни это было не похоже. Хрустнуло характерно. На миг. Мне показалось, что я залезла на что-то живое. Я подскочила. Потревоженное место оголило желтоватые продолговатые кости. Чувствуя холодок, подобравшись к спине, я разворошил это место ногой. Под слоем ха, покрытые частично лишайником и почвой, между корневищем и мицелием открылись поначалу ребра, а затем хребет. Этого было достаточно, чтобы убедиться, передо мной лежал чей-то скелет. Или по крайней мере его часть. Черепа я нигде не видела. Ну кабан, наверное. Айда подошла посмотреть, что я творю. Она тут же обратила внимание на кости, понюхала и стала рычать. Что-то ей не понравилось. Тише, тише, это должно быть просто какой-то зверь. Барсук там, кабан. Кабан, точно, я тебе говорю, кабан, блядь. А кто же еще-то может быть? Конечно же кабан. Я потянул собаку ближе к себе. Если здесь лежит кабан, кто с ним расправился? Здесь бродят хищники? Отступая назад, я наткнулась ногой на что-то еще более инородное и мягкое, чем кости. Калоша. Вторая целая калоша, похожая на ту, что приносила Айда. Разве что целая. Айда, пошли отсюда. Я попятилась. Мне хотелось верить, что это просто кабан или любое другое животное. Но все не отпускало мысль, а что если человек? Я попыталась мыслить логически. Самый главный вывод, который я смогла сделать, он здесь давно. К тому же мы никого здесь не видели. Значит, ничто мне не грозит. Точно. Не может же он труп меня убить. Айда. Похоже, у собаки было свое мнение. Она снова принюхивалась. И судя по ее поведению, Айда нашла еще какой-то след. Я не стала дергивать ее и просто пошла следом. Айда провела меня к оврагу. Сперва я обрадовалась, заметив лисичек между кустов. Однако не успела я подойти, а собака вновь беспокойно зарычала и залаяла куда-то вниз. Я, испугавшись, что та сейчас сиганет, вцепилась в ее ошейник. Гав, гав, гав. Короче, она прям очень злая собака. Айда, нельзя. Цыц, Айда. Собака рыча смотрела куда-то вниз. Сложно было назвать это обычным оврагом. Не до конца ясно, чем именно он был заполнен. Там и ветки, и какие-то тряпки, и все заросло травой да грибами. Ядовитыми семейками уселись они по периметру. Присмотревшись, я заметила, что между травинок проступают кости. Открытое кладбище. Сырое, обнаженное. То ли звери, то ли люди. Но всякие куски ткани, истлевшие обувь и прочие народные для леса предметы намекали, кому принадлежали эти части тел, так плотно укутанные растениями. И даже так, я не понимала, чем это встревожило Айду. Не стоит нам здесь оставаться. Давай, пойдем. Я заторопила собаку, потянув ее за собой. Айда не стала упираться, и только резвее повела меня прочь от этого места, хотя только что так целеустремленно вела меня сюда. Да, Айда, пошли. К черту это все. Я набрала почти полное ведро. Больше у меня и не надо. А от этого места тем более. Неизвестно когда, но здесь что-то случилось. Или это какой-то местный зверь скидывает во ворах всякий мусор. Кто, зачем? Загадка. Но я боялась получить ответ. Мне лишь хотелось теперь поскорее сесть в машину. Дорогу бы найти обратно, а то сейчас мы, знаешь, заблудимся и все. Ой, 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 ой. А, это типа обратно на перемотка, типа мы пешочком так это прошуровали. Я загнала Айду в машину и поставила ведро у переднего сидения. Хватит с меня. Пора сваливать. Я даже в ментовку звонить не буду. Да и как им объяснять, куда ехать? И какого черта я здесь делала? Нет уж. Притворюсь, что ничего не видела. Я завела мотор, нажала сцепление и заглохла. Здорово. Я попыталась снова. Мы даже тронуться не успели, как вновь заглохли с характерным шумом. Нет, почему сейчас? Мне пришлось выйти, чтобы осмотреть машину. Я подняла капот и почувствовала резкий запах. От мотора поднимался дымок. Даже проработав буквально пару минут, он нагрелся слишком сильно. Приехали. Я же все проверяла утром. Я обошла машину и заметила следы течи. Масляная дорожка была еле видна между травами, но отчетливо отпечаталась на бледном бетоне. Прекрасно, чертова развалюха. У меня все еще... У меня все еще было немного моторного масла в багажнике, как я думала. Однако я решила подождать, пока машина не остынет, и уже потом попытаться понять, что произошло. А это загрустило у нас. Собака уставилась на меня через стекло и заскулила. Она просилась ко мне. Похоже, мы останемся здесь еще на какое-то время. Я открыла дверь, но собака лишь уставилась на меня непонимающим взглядом. Я не понимаю, чего ты хочешь. Машина сломалась. Если не вернусь домой вовремя, придется звонить начальнице. Точно. Я достал свой серый сотовый телефон и позвонил знакомому. Однако спустя пару гудков, монотонный женский голос оповестил. Уважаемый абонент, вы находитесь вне зоны доступа сети. Вы находитесь вне зоны доступа сети. Замечательно, просто зашибись. Мобильник не ловит, машина сломалась. Я раздраженно вздохнула, пытаясь успокоить нервы, чтобы не швырнуть этот телефон на землю. Небо уже затягивали сумерки, солнце клонилось к горизонту, и лес все темнел и темнел. И в лесу, пожалуй, было теплее, чем здесь, на бетонной тропе. Сейчас, когда вечерняя прохлада коснулась меня, я почувствовал разницу. Была мысль лететь к шоссе, но стоять ночью и ловить кого-то бесполезно и, пожалуй, опасно. Вечереет. Ладно, как раз с утра пораньше починим это корыто и поедем домой. Я дала собаке немного воды и стала обустраивать наш дорожный ночлег. Мне не понравилось мысль, что придется спать здесь, напротив темного глухого леса, в котором валялись чьи-то кости. Ну да, не очень. Но сейчас я не могла ничего с этим поделать. Айда и я забрались внутрь под плед. Так, грея друг друга, мы вскоре уснули. Не знаю, когда именно меня сморило, виновата ли была дорога или стресс. Но помню, что у меня был спокойный сон без картинок. Пока вдруг я не услышал, как тот или что-то царапается в дверь изнутри. Но собака хочет выйти, там, видать, кто-то есть. Я сонно приподнялась и всмотрелась. А, это все лишь ты. Че такое-то? Собака не прекращала проситься наружу. Погулять, может, хочет. Туалет хочешь? Я посмотрела в окно. Вокруг нас лишь густая темнота с некоторыми проблесками темно-синего неба, выглядывавшего из-за туч. А вместе с тем глухая тишина и поскуливание Айды. Хорошо, хорошо, я поняла. Сейчас. Кое-как я выпрямилась, чтобы встать. Достал из бардачка фонарик, а затем открыла дверь для питомицы. Она выскочила наружу, и затем я последовал ее примеру. Так она же без поводка даже. Она сейчас убежит у тебя в лес, и все, и ты будешь ее там искать два года. Некоторое время спустя я ожидал ее возле машины, выслеживая фонариком то, где она бродила. Далеко не уходи. Ночью холод пробирал глубже. Я посильнее укуталась в куртку. Услышав странные звуки со стороны, чаще похожие на хруст веток, я посветил в предполагаемом направлении. Но свет лишь встретился с несколькими изогнутыми стволами. Никого. Верхушки черных сосен покачнулись от ветра, и вновь раздался приглушенный треск шуршания. Всего лишь ветер. Ах, все равно не по себе. Вдруг там волк. Или здоровенный кабан. А че и слилось? Чем дольше я размышляла на ночных звуках, тем сильнее накручивалась. Каждый непрошенный шум отдавался в груди холодком. Айда, Айда, ко мне, давай сюда. Я позвала ее еще раз. И еще. Тишина в ответ надавливала на горло. Было страшно лишний раз тревожить ее. Айда. Я заставила себя сделать пару шагов. Айда. Шелест с противоположной стороны заставил меня вздрогнуть. Но вот свет фонаря осветил наивную собачью морду. Гав. Я чуть не упала, испытав облегчение. Эта проказница стояла передо мной радостно, виляя хвостом. Как ни в чем не бывало. Боже, Айда, ты меня напугала. Что ты там так долго делала? Все, давай в машину, давай, залезай. Я заставил Айду забраться в машину и сделал это вслед за ней. От собаки пахло ночным лесным холодом и сыростью. А еще она успела где-то испачкать лапы. В лесу, наверное. Но ничего не попишешь. Ни мне, ни ей здесь негде умыться. Пришлось смириться, насколько бы Айда не была грязной, я все равно люблю ее так же, как она меня. Я накинула на нас плед и обняла ее. Фонарик выключила. И все же после этой ночной прогулки сон не шел вовсе. Меня что-то засвечивает так сильно, я прям сижу белый. Белый, как этот. Подожди, прям пару секунд. Да, вот так вот сделаем. Вот как-то вот. Вот так, давай вот так оставлю. Вот. И все же после ночной прогулки сон не шел вовсе. Казалось, что в любой момент в окно заглянет нечто. А может я просто его не вижу? Вдруг там уже стоит что-то и поглощает меня взглядом бездонных пустых глаз. Оно определенно бы состояло из костей мха и плесени. Прям как-то находка неизвестного происхождения. А сейчас я потемнее, потому что солнце зажило, блин. От этих мыслей я зажмурилась и уткнул с носом в теплую шерсть. Я еще никогда не была в подобной ситуации. Ну, всегда что-то происходит там. Всегда бывает первый раз, как говорится. Одна возле леса. Одна. Напавшая бессонница не отпускала. Мне оставалось просто ждать зари. Я посмотрел на часы в мобильном. Три часа ночи. Значит, скоро будет светать. Надо всего лишь потерпеть. Я все еще слышал треск из страны шум со стороны леса. Возможно, начался ветер. И просто качал ветками. Свистел меж стволов. Хотел заткнуть уши. Вырубиться. Я пыталась думать о хорошем. В конце концов, я открыла игру змейку на сотовом. Это позволило мне хоть немного отвлечься. И вот так, по чуть-чуть, я ждала наступления рассвета. Мне было необходимо уже встать и пойти осматривать машину. Нужно было найти течь. Наполнить канистру маслом и попытаться доехать до шоссе. Вероятно, когда я наехал на яму, повредило что-то в машине. Ну, это логично, да. В принципе, пока что еще без всякой мистики. Главное, чтобы кроме этого больше ничего не было. И не было никаких проблем. Наконец, небо начало светлеть. Солнце окрашивало небесную дымку, но свет терялся в тумане и неплотных облаках. Я достала запасы. Ничего особенного. Моих бутербродов и вовсе не было. Остались лишь вода и собачий корм. Оставив завтрак для Айда, я вышла. И тут же наступила в лужу. В нос ударил синтетический запах. От осознания ситуации меня буквально затрясло. Твою мать. Быть не может. Это я как должна была пробить дно. Я кинулась проверять уровень моторного масла. Неутешительный. Результат заставил меня кинуться к багажнику за бутылкой. Однако теперь в нос ударил запах бензина. И как я не заметил это в салоне. Приподняв кожух, я увидел еще одну течь. Вот что точно не ожидал, так это подстава от бензобака. Шланг приказал долго жить. Его удалось спасти подручными средствами. Но что делать с другой течью, я не знала. Я думал, что может быть удастся доехать до шоссе. Бутылка моторного масла была подозрительно легкой. Не поняла, как это? Я все равно не желала оставаться в этом лесу еще дольше. Поэтому просто вылила все, что оставалось на нем бутылке в емкость и села за руль. У нее же течь, у нее же там все вытекает, блин. То есть, ну подожди. У тебя течь? У тебя дырка в дне. Вытекает масло. Ты наливаешь туда еще масло, чтобы оно вытекло? Просто оно... Ты же не заделала дырку-то. Рано я радовалась, когда мотор завелся. Я вроде как тронулась. Жигули не поддавался. Леню, потарахтев... Протарахтев метр, снова заглох. От отчаянно я вдарила со всей силы по гудку, перепугав Айду. Собака заскулила и прижалась ко дну. Да что ты будешь делать с этой рухлею? Заводись. В ответ тишина. Я прижала ладони к лицу и простонала. Да за что сдались мне эти грибы? Идиотка. Через зеркало взглянув на свою перепуганную девочку. Прости. Я повернулась к ней и погладила по голове. Мы здесь застряли, но я придумаю что-нибудь. А пока мне бы поесть. Точно, приготовлю свою добычу, а? Грибов сейчас наезд. Я же говорю, наезд сейчас грибов помрет. Несчастье, большинство веток, что я находил, отказывали... Оказывались слишком сырыми. Должно быть из-за тумана. Я соорудил произвольные костеры, найденные в салоне тряпки, газеты и части Атласа. Нанизал несколько грибов на палку, слегка их почистив, и стал жарить. Жаль рядом ни одного водоема. Все грязное. Надеюсь, не отравлюсь. Я испытывала омерзение. Грязные руки, лицо, волосы, грязная еда. Воды слишком мало, чтобы тратить ее на умывание. Я была похожа на чертика из табакерки. Хотя провела здесь всего день. Наконец, как грибы приготовились, я принялась уминать их, пытаясь убедить себя, что костер из всякого мусора и моторного масла убил всех микробов. Вкус у всего этого оказался специфический. Но желудок уж сильно ныл и подсасывал, чтобы не наполнить его хоть чем-то. Еще не заметил, как Айда взяла и внаглую утащил пару грибов с другой готовой порции. Что я сделал себе впрок. Дура, брось каку. Фу. Айда, я не думала, что ты будешь есть это. Ну вот, надеюсь, тебе плохо не будет. Нам и так проблем хватает. А собака радостная грибов наделась, хорошо ей. Представляешь, да, вот так вот застрял в лесу и сидишь. Знаешь что? Надо дойти до шоссе пешком. Поймать машину и уговорить нас подцепить. Если до пруда деревни, уже хорошо. В крайнем случае вызовем эвакуатор. А там, глядишь, даже сеть поймаю. Идея придала мне уверенности. Да, я должна была двигаться дальше. Слезами горю не поможешь. И чем дольше я здесь пребывала, тем страшнее и страннее казался этот лес. И эта загадочная дорога, забытая всем миром. Перекусив, я взяла с собой бутылку воды. Мобильной вместе с Айдой двинулась в густой туман. Что все еще не хотел расходиться. Мы шли в обратную сторону. Важно... А, можно поискать следы масла. Да, похоже, я прилично проехал с пробитым дуном. Но надо было остановиться сразу, как тряхануло. Точно. Мы ведь до грибного места еще не доехали. Далеко. Ох, как далеко заехали. Рассуждения слегка расслабляли. Расслабляли. Я говорила вслух, прекрасно осознавая, что Айда, следовавшая за мной, не ответит мне ничего, кроме Гав. Так мы шли подозрительно долго. Я взглянул на экран сотового. Странно, долго как-то. Насколько глубоко я заехала? О, машина. Посреди тумана я разглядел и силуэт. Растянув губы в улыбке, я прибавлял и шаг. Айда. Айда вперед ломанулась. Но чем ближе подходил, тем четче остановилась картинка. Это своя машина, небось, да? Это была моя собственная машина. Старая дедушкина тройка одиноко стояла на обочине. Пораженное открытием, я стал озираться. Паника захватывала меня. Да как же? Мы же... Мы шли прямо и прямо и прямо и прямо. Не может такого быть. Айда слышала мое нытье, подбежала и начала крутиться, виляя хвостом. Возможно, так она пыталась меня успокоить. Собака потыкалась носом в мою руку, я погладила ее. Все будет хорошо, Айда. Все будет хорошо. В этот раз, чтобы проверить свою теорию, я решил идти в другую сторону. Я примерно запоминала, сколько мы шли, поэтому просто надеялась дойти хоть куда-то. Туман посветлел, но все еще не думал уходить. Время близилось к полудню. Мы пошли четко в противоположную сторону от той, что была до этого. И пока мы шли, мне казалось, в этот раз это нечто... А, что нечто движется в тумане. Я останавливалась и вглядывалась, но на месте подозрительной тени оказывалось дерево или какой-то куст. Да и Айда вела себя спокойнее некуда, словно ничего не происходило. А я, чем дальше заходила, тем стороннее чувствовала себя. Одиночество, беспомощность накатывались с новой силой. Я надеялась, что вот-вот за очередным пролетом бетонной плиты увижу шоссе. Однако... Я вновь увидела нос своего жигули. Стоит как миленький, будто я и не уходил никуда. Да что за чертовщина? Что налево, что направо, все одно, как? Я села на землю. Айда притулилась ко мне, успокаивающе тыкаясь носом в куртку. Уф. Я взглянул на лес. Не-не-не, туда я не пойду ни за что. Может кто-нибудь заметит уже, что я не вернулась? Может нас найдут? Айда, что мне делать-то? Грибы есть. Я обняла собаку и уткнулась лицом в ее мягкую шерсть. Тише, тише, все, я не плачу. Найдя в себе силы, я встала и подошла к автомобилю. Я не могу дотолкать машину. Не смогу дотолкать машину, я не знаю как, но мы потерялись. И я не пойду в лес. Вдруг мы вовсе заблудимся. И уже никто, никто нас не найдет. Да и мы можем бродить там еще дольше. Ни еды, ни воды. У меня ничего, кроме этой чертовой зажигалки, этой развалюхи и ножа. Я пнул тройку по колесу, затем еще и еще вымещая злобу и отчаяние. Собака зарычала. Это встревожило Айду. Настолько, что она зарычала на меня. Че рычишь-то? Заткнись. Айда поджала хвост и уши. Теперь она смиренно дождалась, пока весь мой пар не выйдет. Да и куда ей деться? И куда деться мне? Я снова захотела пить. Прогулка заняла столько времени, что уже наступил обед. Это было то странное чувство, когда день пролетает незаметно. Но осадок оставался такой, словно он тянулся целую вечность. Я достал ведро с грибами, начав их перебирать. Но удивление насекомых оказалось не так много. Это методичное занятие должно было меня отвлечь. Отвлечь от мыслей про кости, про ночные страшные звуки из леса, про тень между деревьев, про невидимые глаза, пялищиеся на меня. А вдруг на меня таращился кто-то? Даже сейчас? Промелькнула мысль. Руки затряслись. И пока я вырезал червя из гриба, цапнула саму себя. Ай, да пошло оно все. Тиханув, я оставил свое занятие. Несмотря на жажду, я старалась не притраиваться, уходя лишний раз. Но это становилось невыносимым. Хотел спить все сильнее и сильнее. То ли от досады, то ли от пустоты в желудке. Я все еще надеялась, что туман рассосется. Вдруг я плутала по дороге, которую не заметила сначала. Что если я просто от волнения потерялась, как говорится, в трех соснах, но лишний раз уходить не хотелось. Тем временем голод становился нестерпимым, и когда Айда попросила ей еды, я вовсе сдалась. Запах собачьего корма казался аппетитнее всего на свете, но я не могла лишить питомицу ее пропитания. Так что я вновь села жарить грибы на костре, сооруженным из чего попала тряпка, пропитанная моторными жидкостями, остатки газет, подсушенные палки. Я успела хорошо согреться, пока жарила еду. Постепенно я привыкла, представляла, как будто бы приготовила это дома. И вновь сумерки опускались незаметно, будто день короче обычного, а может это просто я перестала следить за временем? Наполнив желудок, я вновь устроилась внутри машины вместе с Айдой. На всякий случай проверила, нет ли сети, но по нулям. Да и зарядка обещала садиться. В этот раз, если нападет бессонница, мне будет нечем скоротать ее. Завтра телефон сядет вовсе. Чтобы хоть как-то прогнать тревогу и грусть, я включила радио и попыталась ловить волну. Помехи. Вновь странные шумы, и чем дольше я вслушалась, тем сильнее мне казалось, что я слышу нечто постороннее. Я вытащила антенну через щель в окне, и тут радио затрещало и заверещало так, что волосы стали дыбом. Это было похоже на рев страшного таинственного существа. Айда загавкала, напугав меня еще больше. Я вырубила радио. Бесполезно. Все это бесполезно. Эта хрень разрядилась, что все это. Не хотелось заменять батарейки. В радио, теми, что я использую в фонарике, нужно было с умом расходовать энергию. Возможно, свет мог бы мне подарить хоть немного спокойствия. Не стоит ли светить лишний... А, ну стоит ли светить лишний раз в темноту? Я решил, что это не лучшая идея. Ну... Ничего же не изменится все равно. Посветишь ты туда или нет, если там кто-то есть, то он тебя сожрет. А если там никого нет, то и посветишь ты, увидишь, что там нет ничего, успокоишься. Больше всего я боялся увидеть подтверждение своей догадки. Еще никогда я не думал, что тьма может быть настолько страшной. Я постаралась успокоиться и лечь спать пораньше, чтобы скоротать время. Так это она сейчас ночью проснется. Но вдруг раздался стук снаружи. Странный стук. Словно что-то ходило по крыше. Я вжалась в кресло. Внезапно отчетливый пятипалый след врезался в стекло. Еще, еще. Они прилипали к стеклу с характерным стуком. А затем исчезали. Крик. Странный звук немедленно перемещался. А, медленно перемещался. Я чуть ли не всем телом почувствовал, как это нечто село прямо над моей головой, продая их крышу. Я прижала, а иду к себе. Уходи, уходи, что бы то ни было, пожалуйста. Звезы покатились по моим щекам. Я шептала это, как мантру, зажмурившись. Этого нет. Этого не существует. Я начала взорваться в шерсть и пряченнуюсь от странного невидимого существа, решившего ощупать мой автомобиль. Успокаивало лишь то, что оно, похоже, не пыталось сломать окно. Я старалась убедить себя, что внутри безопасно. Вдруг мне показалось, что оно начало дергать за ручку. Выпустив айду из рук, я поспешила запереть все на защелке. И все прекратилось. Но страх затуманил мне голову. Холодной волной окатило все тело. Ужас отряд изнутри. Нужно убираться немедленно. И пусть, прежде чем решиться... Я тряслась, чувствую, как холод пожирает меня изнутри. Существо не возвращалось, и я слегка осмелела. Я скинула плед, схватила фонарик и все же выскочила наружу. Что такое-то? Собака забрехала. Завыла, точнее. Идем, быстро, иди сюда. Собака никуда не собиралась. Она продолжила лежать и смотреть на меня. Тем временем коленки продолжало трясти. Мандраж нарастал. Горло уже болит, просто уже минут 20 оно болит. Я будто чувствовал холодные цепи под кожей. Словно ледяные призрачные руки, они норовили опутать меня с головой. У меня нет времени. Я подтащила собаку, взяла ее на руки, пошла за светом фонарика, куда глаза глядят. Теперь темнота заволокла абсолютно все. Лишь мой фонарь давал мне хоть что-то разглядеть. Слезы туманили взгляд, дыхание совсем сбилось, я не знал куда я иду. Просто вперед. Но вот фонарик наткнулся на ветвистую махину, что зашевелилось чупальцами в полумраке. Треск, лекот. Мои уши сотрясла какофония звуков. Совсем потеряв смелость, я бегом кинулась обратно к машине, рыдая словно ребенок. В лесу кто-то был. Страшный, кровожадный, убивший тех людей, чьи кости мы нашли в лесу. Он погубил бы и меня. Поэтому я решил, что нам надо спрятаться. Только это и крутилось в голове снова и снова. От мысли, как меня или Айду, нечто разрывает на части, прошибало холодным потом. Оказавшись внутри, я заперла все двери, проверила, закрыты ли окна, чтобы ни одна жуткая тварь не проникла. Я задернул шторки перед задним стеклом. Так я могла убедиться, что со спины на меня уж точно никто не смотрит. Мы и моя собака остались здесь в заперти, в маленькой автомобильной коробке, отрезанной от внешнего мира. Ни сотовой, ни радиосвязи. Я не могла никому позвонить и попросить о помощи. Да и как долго нас собирались искать? Сплошные вопросы и ни одного ответа. В горле пересохло от пережитого ужаса. Я закашляла. Айда притаилась рядом. Мой кашель заставил ее вжаться в сиденье. Я заерзла в поисках бутылки, но ничего кроме пустой сумки и фонарика не нашла. Неужели? Нет, нет, я забыл ее на капоте. Дура, дура, дура. Я не знала, как себе помочь. Взяла горсть грибов, попыталась выдавить немного жидкости себе на язык. От них уже не пахло так пряно и приятно, как когда я только-только их собрала. Вероятно, без холодильника в ведре они очень скоро начали бы портиться. И все же я схватила горсть и заела это немного собачьим кормом. Чтобы не было так мерзко. Айда подобралась ближе ко мне, положила свою пушистую голову на колени. Все будет хорошо, пока ты рядом. Снова сон не шел. Я старалась не смотреть наружу, но это было почти невозможно. Я вжималась в кресло, кутаясь в плед. Одиночество наваливалось с новой силой. Я старалась не вслушиваться, не вглядываться. Но мозг как будто игрался со мной. Чьи это звуки? Кто бродит вокруг? Какое чудовище захватило нас в этот капкан? Я заметил, что не слышно ночных птиц. Я не слышала вой волков, только шуршание, треск гудения. Постепенно мне казалось, будто все мое тело размягчается, тяжелеет. Словно я прирастаю к сиденью. Не могу пошевелиться. Должно быть я уснула, но все казалось слишком реальным. Я ощущала, как все мое тело остывало, а затем пронизывалось иголками со спины. Тысячами игл. Попытка шевельнуть хоть как-то ни к чему не приводила. Меня словно пришило тонкими нитями к поверхности. Любое движение отдавалось застойной болью, похожей на белый шум. Я словно зарывалась пальцами в землю, лежа где-то в лесу. Я чувствовала себя на месте того скелета. Может быть я просто умираю? Что-то рядом зашуршало, а затем мокрое коснулось моей щеки. Я открыл глаза. Это была Айда. Она разворошила пакет с собачьим кормом. Выглянув наружу, я увидел все тот же пейзаж, покрытый серой дымкой. Все было как вчера, но будто темнее. Сколько я спала. Мои глаза и горло словно покрывало песком. Проклятие этого места опутывало меня. Может это просто обезвоживание? Снаружи слишком страшно, чтобы я выходила. Вялоя Айда лежала рядом и грустно смотрела на меня. Ей так же, как и мне было плохо. Но в отличие от меня, она не могла выпить воды из грибов. Я попыталась податься вперед. Тело заломило, как будто кости и правда приросли к креслу. Руки едва слушались. Я потянулась к ведру. Мне показалось, что небо слегка... А, небо. Чего? Небо рыжим, короче, слегка пока... Уже вечер? Я достала телефон и попыталась включить его. Но тщетно, теперь не оставалось надежды на сотовую связь. Даже времени посмотреть. А ориентироваться по небу не представлялось возможным. Я снова посмотрел на Айду. Бедняжка свернулась калачиком в углу и еле дышала. Чуть погодя, я заметил, будто что-то в шерсти шевелится. Айда? Эй, да, я тебя смотрю. Я прикоснулся к ее грязной, но все еще мягкой шерсти. Начала перебирать дрожащими пальцами. Где же? Что же? Не понимаю. Ничего необычного. Но я была просто уверена, что должна была осмотреть ее. Я решил ощупать живот. И когда я коснулся того места, мне показалось... Того места, мне показалось, что я нащупал нечто инородное. Но собака внезапно огрызнулась и цапнула меня за руку. Айда, больно, черт, я просто волнуюсь. Вдруг в тебе что-то есть? Я смотрел на ее оскальную морду. Боль в руке запульсировала. То ли это собака? А та ли это собака, что весело сопровождала меня все время? Айда бы никогда не цапнула меня. Нет, никогда. Я смотрел на эту собаку, что лежала сейчас рядом, и смотрел на меня, ощутинившись. Большие клыки, демонический взгляд, пятна на ее шерсть и начали танцевать. Страсть какая. Зло проникло в мое убежище и забрало Айду. Оно ждало своего часа. Я швырнула в Айду пледом и схватилась за нож. Слушай, вероятно, мне стоило просто вытолкнуть ее наружу, чтобы она не бросилась на меня. Я лишила своего единственного друга. Но когда? На прогулке. А что если вчера ночью оно вселилось в нее? Бранноидальные мысли одна за другой захватывали мой разум. А-а-а. Я все же открыла окно и вытолкнул собаку наружу вместе с пледом. Страшно, блин, страшно, конечно, да. Слезы словно лезвие обожгли ледяные щеки. Айда, прости, прости меня. Я закрутила оконную ручку до предела, пока вытолкнутое существо лаяло на меня и начинало царапаться в дверь. Я должна была оставить ее, оставить дома. Теперь ее нет. Я здесь одна. Я зажала уши. Нет, нет, хватит, хватит скулить. Но собака не прекращала. Может я просто схожу с ума? Прости, я не могу. Я уже хотел открыть дверь ей, но страх сковал все тело. Я просто старалась игнорировать ее паскуливание и лай. А вдруг я только что убила ее, обрекла на голодную смерть. Мы все здесь умрем. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Пока я проклинала себя, существо перестало ко мне царапаться. Прекратились все эти звуки. Могла ли я отдохнуть хоть немного сейчас? После истерики, истощенной словно зомби, я принялась запихивать в себя уже подванивавшие грибы. Мне нужна была вода. Хоть капелька. Казалось, еще немного, я просто начну пить собственную кровь. Снова я взялась за грибы. Один за другим. Чтобы не было мерзко, я заедала их остатками корма. Эти грибы единственное, что могло позволить мне продержаться. Я все еще надеялась, что меня спасут. Я хотела выжить. И в то же время меня грызло чувство вины, но как я не пыталась заставить себя выйти за Айдой, не могла. Я тут же видела... Видела между деревьев его. Что если Айда теперь в его руках? Как приманка. Мне уже ее не спасти. Мне себя не спасти. Уж слишком быстро темнело. Без часов тяжело ориентироваться. Была ли я уверена, что нахожусь здесь всего пару суток? Или уже трое? Неделю? Чем дольше я пребывала здесь, тем сильнее я чувствовал пульсирующий жар, сменявшийся ледяными мурашками, жажду и голод, что выедали меня изнутри. Но одно я знала точно. Здесь, внутри, я пока в безопасности. Все вокруг становилось темно-серым. Может включить фары? Да. Как меня найдут, если я не подам сигнал? Меня должны искать. Уже должны. Меня не было на работе. Я не смогла никому дозвониться. Я должна подать сигнал. Решившись на это, я таки включила фары. Все же, заряд аккумулятора позволил это сделать. И пусть я боялась, что свет тут же коснется чего-то неизведанного, все вокруг выглядело жутко спокойно. Я сидел на заднем сиденье, поджав колени и смотрел на силуэты внутри салона. Мне больше ничего не оставалось, кроме как ждать и вести себя так, будто меня вовсе нет. Снаружи послышалась чья-то тяжелая поступь. Словно сам хозяин леса явился ко мне, массивный силуэт встал перед фарами, уставившись на меня. Мне было страшно поднять взгляд на него. Но я должна была увидеть. Я надеялась, что это всего лишь дикий зверь, что здесь все еще обитают нормальные животные. Я хотела увидеть надежду. Я подняла глаза и... Там Айда на двух лапах, да? На меня смотрело странного вида существо. Реальное, отчетливо, столь омерзительное, что цепко врезалось в память. Череп с огромным зияющими глазницами, раскидистые рога, странные неправильные формы и тело, сплошь покрытые некими наростами. Грибы? Мы смотрели друг на друга. Этого взгляда я боялась все это время, касающегося моего внутра. Он видел меня насквозь, я была в этом уверена. И чем дольше это продолжалось, тем дольше я смотрела на него. Тем сильнее мерзкий ком подкатывал горло. Существо не пропадало. Оно смотрело и смотрело. Затем меня вывернуло так сильно, что казалось, я захлебнусь и умру нелепой смертью прямо перед этим монстром. Будто он и добивался этого. Насмехался надо мной. Я уже ничего не видел. Контуры расплылись. Меня рвало и трясло от ужаса. Как вдруг я почувствовала кучу инородных предметов по всему телу. Я хваталась за какие-то мягкие штуки и пыталась их отрывать. Грибы? Я рвала их на себе. Один за другим. Больно. Какие-то не отрывались вовсе, а какие-то вырывались с корнем. Я схватилась за нож, чтобы срезать их. Не хочу, меня прокляли, прокляли, потому что я пошла в этот долбанный лес. Я не хочу, нет. Я уже захлебывалась слезами. Боль снова становилась привычной. А, боль просто становилась привычной. В конце концов, мой организм не выдержал потрясения. Руки не слушались. Все тело оцепенело, а глаза заволокло тьмой. Я желал лишь одного. Проснуться дома, чтобы все это оказалось лишь кошмаром. Не знаю, сон ли это был и сколько я лежала вот так, прикованная к креслу. Однако я все еще мыслила. Могла говорить с собой в голове. Я могла понимать, что все еще что-то чувствую. Легкий постепенно заполнил более или менее свежий воздух. Ушей ласково коснулся знакомый звон капель. Приятный стук. Открыл глаза, я увидел, как вода стекает по стеклу. И через вентиляцию в провонявший салон, наконец, пробирался воздух с привкусом азона. Я позволила вдохнуть себе полной грудью. И пусть тело ныло, а глаза и рот были будто в песке, я заставила себя приподняться. Дождь. Я приложила руку к стеклу, чтобы убедиться. За каждой каплей следовал приятный холодок. Я хотела спастись. Был ли этот дождь мне знаком свыше? А, знаком свыше. Жажда сухо обжигала горло. Если выбирать, я хочу умереть под дождем. Я не могу это терпеть. Не могу. Если умру, то хочу испить этого. Я попыталась выдернуть гвоздик защелки, но пальцы не слушались. Даже такое простое действие теперь казалось тяжелым. Все, что я могла начать, курить. А, все, что я могла, начать крутить ручку. Опустив стекло, я выглянул наружу и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Наслаждение после стольких мучений. Спору было прослезиться, но я словно выплакал все слезы. Я приподнялась и на дрожащих руках перевалилась через дверцу, ловя капли языком. Приятная прохлада крупных капель омывала меня. Оказалось, что смывалось все плохое. Я была готова раствориться в этом дожде. Прикрыв глаза, я ловила воздух в воду языком, держась изо всех сил. Мне хотелось большего. Я тянулся за этими каплями, как вдруг руки подвели меня. Перевалившись через окно, я мешком рухнул на мокрый бетон. Голова закружилась. Резкая боль прошлась от затылка к шее, а от локтей к кончикам пальцев. Я с усилием перевернулась на живот, чтобы попытаться подняться. Я лежала рядом с машиной, пронизанная болью и слабостью. Картинка прояснилась не сразу. Ну-ка, дай попить. В этой бледной щели между дном машины и дорогой виднелось нечто темное, с большими блестящими глазницами. Чуть погодя, я поняла, что на меня смотрит нечто. Средь бела дня под дождем оно таращилось на меня, ощутивившись о галереи до острых клыков. Теперь оно было реальнее всего в этом мире. Словно это оно специально призвало дождь, чтобы выманить меня. Я попыталась двинуться, отползти прочь, но оно не стало дожидаться. Последнее в своей жизни, что я видел, это мемерская страшная морда. Мое вялое, тяжелое тело пронзило острая сильная боль. Меня разрывало. Кусок за куском я чувствовал, как разрываются мои жилы, но я была не в силах кричать. Не в силах даже вздохнуть. Словно теперь воздух был пропитан обжигающим болезненным ядом, а мои внутренности – оглены. Каждым нервом я чувствовал это предсмертное надругательство. Мой мозг отказывался отключаться до последнего, даже когда глаз зазовало окло алой, пульсирующей пеленой. Газета «Вести недель», 2007 год, выпуск 40-й. Верность после смерти. Байки из деревни. Найден новый опасный гриб. Под заголовком «Верность после смерти» располагалось неоднозначное фото. На заброшенной дороге был обнаружен труп молодой женщины. Снежанна Н. Как установила экспертиза, подверглась нападению со стороны хищников. Предполагается, что ранее по какой-то причине ее организм сильно ослабили токсичные вещества. Однако знакомые девушки утверждают, что та никогда не принимала наркотики. Снежанна погибла возле собственного автомобиля. Загадочные происшествия все-таки все еще не дают покоя следствию. Неизвестно по какой причине, но девушка пробыла несколько дней на одном и том же месте, о чем свидетельствуют найденные улики. Также единственным немым свидетелем осталась собака, принадлежавшая погибшей. Именно она своим лайм привлекла внимание поисковой службы. Короче. 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 По итогу, Снежанну-то искали все. И просто она немножечко не дождалась. Нажралась грибов. Психи словила всякие разные. И ее сожрали какие-то, может, дикие кабаны, волки, собаки, кошки, возможно, не знаю. И просто она немножко отравилась грибочками. Поэтому вот тебе наставление на всю свою оставшуюся жизнь запомни. Не ешь незнакомые грибы. Даже знакомые в лесу не ешь. Лучше донеси их до дома и покажи кому-нибудь еще, чтобы точно убедиться, что это хорошие грибы. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое. За просмотр. Обязательно ставь комментарий, пиши лайки. И увидимся в других игрушках. В других видео. И всем пока.